Страна празднует 400-летие избрания на царствование Михаила Федоровича, первого государя из рода Романовых. В этом случае в Новоспасской обители столицы на заупокойном богослужении помянули всех предков царского рода по имена – царей, царевин, великих князей, княгинь. История монастыря тесно связана с царской династией. Обитель изначально опекалась высшими лицами российского государства. Михаил Федорович, первый царь из рода Романовых, возвел белокаменные стены и построил четыре храма на территории монастыря. 400 лет назад земский собор от представителей всех родов и сословий, после смуты, который продолжался очень долго, решили призвать на царство Михаила Федоровича Романова. Он тогда был еще юным отроком. И вот это событие, 43-е избрание на царский престол дома Романовых, мы сегодня празднуем. Высыпальницы боя Романовых погребены родоначальники романовской фамилии – Захарьевы, Юрьевы. Также здесь нашла упокоение мать Михаила Федоровича Иннокенемарфа. Она сыграла значительную роль в отечественной истории именно тем, что она дала согласие на царствование сына Михаила Федоровича Романова. Тогда за ней было последнее слово, ведь новый государь был еще очень молод. Вот тогда страна выбрала вот эту вот, именно пошла за юностью, которые думали, что, в общем-то, царем можно будет в какой-то степени руководить. Но получилось, что Иннокенемарфа твердо стояла на интересах государства, твердо понимала и реально понимала положение тогда государственных дел. И в какой-то степени на протяжении шести лет, очень сложных лет, вела вот этот корабль растерзанного смуты, который называется сейчас Россия, российское государство. То есть она все-таки была, она сыграла важнейшую роль, мне кажется, я считаю, в нашем отечестве, в истории нашего отечества. В праздновании 300-летия дома Романовых в 1913 году была построена эта часовня, которая сохранилась и поныне в святой обители. Новоспасский монастырь, один из первых в Москве, был закрыт и разорен после революции. В обители располагался исправительно-трудовой лагерь, а в усыпальнице Романовых – женская тюрьма. Но в 1990 году монастырь был передан церкви, и началось его постепенное восстановление. Святейший патриарх Московский Алексей Кирилл еще не раз говорил о том, что мы не имеем права быть иванами, не помещен родства. Будет освящен и изготовлен царский колокол романовский, который мы сейчас собираем средства, и готовимся к его отлитию, будет вот в память о доме Романовых. В царском монастыре пройдет еще много мероприятий памяти воцарения династии Романовых на престоле российского государства. Ближайшее событие – Романовский вечер, посвященный представителям династии. На встрече будет раскрыта тема «Романовый и Новоспадский монастырь». В рамках вечера прозвучат гимны Российской империи. Продолжение следует...